Давно всем известная проблема, что Hyundai Grand Starks с 2007 именно Grand Starks И у главной пары появился зазор В конце 2019 пошли уже самоблокирующие Компания OMZAP, Анатолий Снимаю для вас очередное видео Видео у нас будет Будем устанавливать дифференциал самоблокирующий Устанавливать мы будем его на автомобиль Hyundai Grand Starks Давно всем известная проблема, что Hyundai Grand Starks с 2007 именно Grand Starks По 2011, в конце 2011 пошли уже самоблокирующиеся редуктора И вот эти люди страдают тем, что редуктор обычный То есть у них свободный дифференциал К нам обратился человек с просьбой поставить самоблокирующий Grand Starks 2008 года Турбодизель 2.5 Вот дизельным двигателем будем устанавливать самоблокирующий дифференциал Вот так он у нас выглядит Дифференциал Человек сам заказал Сам почитал отзывы Все привез Мы все вроде подготовили Все подшипники на дифференциал Его подшипники с редуктора сюда подходят Но дело в том, что при снятии они могут выйти из строя Мы заказали новые То есть пришли Также здесь вместе с дифференциалом пришли две опорные шайбы Которые видно, что вытачивали из обычного какого-то вала То есть это делает фирма Вот они устанавливаются Потом устанавливаются уже подшипники Вот есть документики Вот она эта фирма Инструкция по эксплуатации Которая делает именно для этих авто Как корейских, так и японских Делает дифференциалы Нам необходимо будет узнать Самое главное узнать Если мы берем Grand Starks Евро 5 Это с конца 2011 года по 2016 год Масло льется уже не с 85 на 95 А с 85 на 140 С этим дифференциалом мы тоже выясним Какое лить масло Попозже все сейчас скажем Немножко прочтем инструкцию С данным обговаривалось Что мы будем ставить дифференциал С Grand Starks Евро 5 Но в коробочке нас ждал сюрприз Мы не знаем, что это за дифференциал Подойдет ли он Поэтому разберем, все увидим Сейчас приступим к снятию редуктора Вот он, наша жертва Которую мы будем разбирать Здесь, кстати, слили масло Обнаружили вот такую каку Сейчас у нас сливается масло в редукторе Вот такая нехорошая вещь По поводу этого редуктора Даже как бы еще не опрашивали клиента Гудел, не гудел Хрустел, как работал вообще То есть уровень масла не хватало Масло в редукторе на масло не похоже Ну и есть большой ежик из стружки Ну, в принципе, сейчас я подниму И мы увидим наше масло в редукторе Так, ну вот масло уже перестало течь Вот здесь была вот такая Гадость непонятная То есть оно черное, коричневое Непонятно, что это вообще тут Что это за масло То есть тут присутствует какая-то Хотя, может быть, это была Какая-то добавка Либо присадка в редуктор То есть есть Подобного цвета С присадочки Будет клиент На месте Мы у него уточним То есть это либо износ Либо это одна из присадок Так выглядит Потому что здесь Присутствует либо медная Либо бронзовая стружка Говорит о том, что, скорее всего Это добавочка Потому что В самом редукторе В дифференциале Ничего медного И латунного бронзового Ничего нет Так, все Приступим Будем снимать Снимем И потом уже Покажем, как все будет подходить Вставать Там все увидим Я всегда был В принципе уверен Что редуктора С блокировочкой Автоматической И, как бы сказать Механической Льется масло С вязкостью 140 Но здесь немножко Есть поправочки Такие Класс вязкости масла Для DAC 75-90 80-90 85-90 Для мягкого климата Опять же Для сурового климата Уверенного климата И так далее И так же Здесь показано Что масла Вязкости 140 И 250 Стоит использовать Только В жаркое время года Вот И То есть Работать он будет Сам Иногда блокировать Или что-то такое Кстати Редко я пользуюсь Допустим Hyundai Grand Starks Также у меня есть Самоблокирующий редуктор Я замечал Иногда Что При выезде Там не знаю Где-то на заправочке Или что-то Он каким-то образом Блокирует Сам Самостоятельно По этому поводу Как бы смотрел Лазил тоже По интернету По форуму И люди тоже Советуют Что именно На Евро 5 На все Самоблокирующие Лить Пожиже Что-нибудь То есть 75 85 И так далее И вот В этой Книжечке Мы Нашли Это подтверждение Сейчас Мы будем Разбирать Редуктор Мы сняли Помыли Здесь Делаем Такие На Корпусе Меточки Но Это Делается На тот Случай Если он У вас Валяться Будет Очень Долго Но В нашем Случа Мы Соберем Его Через Полчаса Отворачиваем Сперва Болты Которые Блокируют Регулировочную Гайку Главной Пары Довольно Как-то так Свободно Закручен Обычно Это Усилие Побольше Так Берем Молоточек Так Ну что мы тут Видим Мы тут Видим Что Работал Он Как раз На этой Непонятной Жидкости Под названием Масло В принципе Не зря Мы приобрели Новые подшипники Да Есть Выработка Довольно Неравномерная Такая Сейчас посмотрим Второй Да Что-то Попадало Что-то Было Либо Не хватало Так Вот Наша Будет Задача Открутить Солнечную Шестерню Сейчас Главную Пару Выкрутить И перекрутить Туда И еще Прежде чем Мы все-таки Это будем делать Нам надо Проверить Что с хвостовиком В принципе Клиента Мы опросили Жалоб На гул На хруст Ничего Не было Проверим Осевой И Вращение В принципе Все хорошо Ничего Я там не заметил Так Сам Дифференциал Мы Разбирать Не будем Это у нас Вот эти Болочки Под крючки На 14 Мы будем Отворачивать Вот эти Гаечки Сейчас И отвернем Саму Большую Шестерню Потом Померим Подходит ли Она На наш Дифференциал Открутили Так Обращаем Внимание Что болты Которые Фиксируют Шестерню Стоят На резьбовом Клее То есть Мы будем Ставить На Лактайт Либо Также Резьбовой Красный Синий И так далее И так далее У кого что есть Так Это старый Дифференциал Вот она Сама У нас Шестерня Все-таки После того Как мы Вытащили Клиента Были Он переживал Что полуося Не сойдутся Со шлицами Внутри Мы их Померили Все подходит Теперь А мы вот так Сделаем Чтобы нагляднее Было Отверстие Ну В принципе Количество Отверстий Сопадает Так Сейчас мы Наверное Немножко Подстучим Все так же Так Вот она Пошла Вот Так И смотрим Все То есть По размеру По всему По всему Везде Все Совпадает Так Здесь Одна проблема У нас Решена Дифференциалом Шли Вот эти Шайбы Я так понимаю Что Шайбы Подкладываются Под подшипник Сейчас Сейчас Надо будет Наверное Понять Все таки Высоту Что ли Общего Дифференциала Мести Или как-то Расстояние Померить Подшипника Визуально Да Видно Что если Мы Если Мы Поставим Без Шайбы То подшипник Не сойдется То есть Это вот так У нас Получается Да Ну вот Если смотреть По уровню То Все верно Скорее Сего Дифференциал От какого-то Корейца Или может Быть Японца Но По подшипникам Чтобы он Подходил Под Подшипники От Грандстаркса Вот У нас Производитель Вытащил Нам Вот такие Втулочки Шайбочки Вот Как-то Вот так Все это Будет Выглядеть Так Ну сейчас Возьмем Клей Болты Сейчас Мы сперва Обезжирим Возьмем Возьмем Клей Прикрутим Главную Шестерню А потом Будем ставить Подшипнички И уже Вставлять Не нужно Намазывать Здесь очень много Потом Кто-нибудь Когда-нибудь Проклянет вас Откручивается Он довольно Тяжело Поэтому Тут небольших Капель Все это Разойдется По Резьбе И будет Достаточно Определенного Здесь Какого-то Усилия Я думаю Что не нужно Обязательно Соблюдать Эта часть Готова Выглядит Она Вот так Так Здесь У нас Ложим Шайбочку Хотя Хотя Наверное Все-таки Наверное Давайте Приблизительно На всякий случай Так как Делаем Это Дифференциал Данный Устанавливаем Первые Можем В принципе Померить Общую Высоту Рулеточкой И понять Так Меряем Где-то Где-то Получается Двести Двести С чем-то Ну шайба Толстая В принципе Визуально Будет видно Это От края До края Подшипника И здесь Смотрим Сколько У нас Получается Здесь У нас Также Получается Здесь Чуть Поменьше Да Тут Гораздо Меньше Однозначно Однозначно Нужна Шайба Чтобы Поднять Общую Высоту Ширину Так По Подшипнику Никаким Супер Прессом Мы не будем Запрессовывать Сейчас Возьмем Подходящую Пусть Это будет Головка Специальная Шайба Или что-то Еще И Забьем Вот Так Вот она Наша Подобрал Я Шайбу Есть Алюминиевая Втулочка И Начинаем Ну я так понимаю Что все Готово Подшипник Судя по этому Чуть не дошел Не дошел Ну он уперся Все Так Переворачиваем Здесь у нас Все стоят Так Смотрим Теперь Высоту Примерную Ну да Вот мы уже Приближаемся К этой Высоте Сейчас у нас Почти 200 Все Сидит На месте Так И Еще раз Примерно Смотрим 200 200 Ровно На том было 200 С копеечками Нет Все верно Так Ну что Производитель Данного агрегата Не ошибся Шайбами По всей видимости Сейчас мы это Узнаем Наверняка Так Подшипнички Чуть-чуть Мазнем Литольчиком Потому что Когда он лучше Скользит И мне лучше Его регулировать Так Ну что Сейчас самое главное Вот туда Засунуть Это довольно Все сложно Делается То есть Надо поймать Вот сюда Надо подложить Вот так Молоточек Сейчас она Будет съезжать Конечно Можно это сделать В специальном Удерживающем Устройстве Но Такового Не умеем Так как Данной процедурой Занимаюсь Так любительски Вроде как Получается Ремонтировать Раздатки Редуктора Все делаем На коленке Так сказать Регулировать Кстати редуктор Я буду Тоже без стенда Делать Так сказать Все это На глазок Так как Учил Меня отец А его Учил Дед Как Старое Доброе Время То есть Раньше У нас Ничего Подобного Не было Никаких Стендов Вот И Когда Давным Давно Был Москвич УАЗик Регулировали Их Ну что Вот В принципе Сейчас Мне надо Поймать Немножко Ход Так Надо Сместить Выкрутить Сейчас Мы Притянем И Зазор Пропадет Так Немножко Подтолкнуть Ну вот Все Она Свободилась Теперь Надо Поджать Ее С другой Стороны Зажимать Будем До упора Вот Сейчас Я ее Зажал Все Она Встала Как Подсказывает Мне Практика Ослабить Надо На Два Три Отверстия Это Так Предварительно Вот Нет Видно Что Прям Болтается Очень Очень Сильно И У Главной Пары Появился Зазор Ну вот Уже Руками Этой Качки Нету Здесь Есть Прям Небольшой Зазор Хотя У редуктора Сразу Когда Снимаем Он Прям Болтается Очень Сильно Сейчас Попробуем Подтянуть Эту Сторону Еще Видно Что Дифференциал Данный Сместился Весь Влево Ушел То есть Видно Что Здесь Регулировочная Гайка Выступила А там Она Углубилась С другой Стороны Но Я думаю Что Пятно Контакта От Этого В целом Не Изменится Сейчас Мы Посмотрим Скорее Сего То есть Это Сам Стакан У нас Сместил В сторону Так Здесь Затягиваем До Упора И Ослабляем На Раз И Два Вот Так Два Отверстия Ну На Первый Взгляд Я Обстрел Как Надо Как На Заводе Так Сейчас Пойду Приешу Монтировочку Которую Можно Дать Нагрузку На Боковую Сейчас Я Наблюдаю Насколько Зажат У нас Сам Самоблок Подшипниками То есть Нет Лифта Либо Свободного Положения Ни Того Ни Другого У нас Не Имеется У нас Есть Прям Если Взять Хвостовик И Главную Шестерню То Есть Мелкий 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 Стучок Совсем Оставляю Я Бывает Оставляю Мелкий Бывает Не Оставляю Еще Самый Главный Момент Надо Проверить Пятно Контакта Раньше Делали Кто-то Краской Кто-то Солидолом Я Тоже Как Меня Учили Делаю Это Литолом Это Самое Главное Прежде Чем Сворачиваться Сделаем Круг Почета Так Проворачиваем При вращении Так Ну и вот мы видим Что он полностью Идет по старому следу До самого конца При прокручивании Нету Ни похрустывания Ни закусывания Усилия Какого-то Меньшего Или большего Превращения Нету Клостовика В принципе Все Сейчас нам Надо Зафиксировать Вот эти Детальки Чтобы Это все Не открутилось Еще раз Протянуть Гайки Болты Вот этот Болт Кстати Не затягивайте Пистолетом Если кто-то Пользуется Он Очень Легко Ломается Все Мы сейчас Протягиваем Редуктор Собрали Будем Пробовать По поводу Регулировки Хвостовика И Главной пары Объяснить Я вам К сожалению С научной точки зрения Не смогу Так как Я же говорю Меня учил отец А его Мой дед То есть Тогда не было Ни станков Ничего То есть Это Умение Передается От отца К сыну В принципе То есть Так как я делал Это сотый Или двухсотый редуктор То есть Я сделал это быстро То есть Все Получилось То есть Есть люди Которым я уже Неоднократно Сделал редуктора Менял подшипники Там Переставлял корпус Или что-то еще В этом роде Ну что Сейчас Редуктор будем ставить Будем заливать И пробовать Ну все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok